Falcon Heavy — это хорошо спланированная и реализованная рекламная кампания или настоящий прорыв американских конструкторов? 6 февраля 2018 года в 23.45 по московскому времени американская компания SpaceX осуществила первоиспытательный запуск своей ракеты-носителя Falcon Heavy. С тех пор о ней не умолкают слухи. Что это, технический прорыв или просто очередная хорошо развернутая рекламная кампания, в которую были вбухнуты миллионы долларов? Давайте разберемся, а заодно и выясним, каким образом Falcon Heavy доказал гениальность советских конструкторов. Приветствую, на связи НьюСолдат, и мы начинаем. О разработке ракеты-носителя Falcon Heavy, название переводится с английского как «тяжелый сокол», руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне еще 5 апреля 2011 года. Тогда же приблизительной датой первоначального запуска был озвучен 2013 год. Однако затем завершения разработки и дебютный пуск ракеты многократно откладывались. Falcon Heavy – это одна из тех вещей, которые, на первый взгляд, выглядят просто. Казалось бы, ну что тут мудрить, берем две первые ступени и используем их как навесные ускорители. На самом деле нет, это безумно сложно и потребовалось переработке конструкции центрального блока и массу различного оборудования. Это действительно было шокирующе тяжело перейти с одноблочной на трехблочную ракету. И здесь к месту будет вспомнить советский опыт. В 1961 году одной из главных задач, которая стояла в то время перед конструкторами, была создание сверхтяжелой ракеты для полета на Луну. Лунная гонка, хоть и не была открыто объявлена, уже вовсю велась двумя державами. Советским ответом американцам должна была стать ракета «Н-1». Ее компоновочную схему определили уже к 1962 году, и через три года предполагалось приступить к летным испытаниям. Но для этого возникли некоторые препятствия. Основная проблема была связана с двигателями. С позиции главного конструктора Королев настаивал на кислород керосиновой схеме без использования токсичных компонентов. В ОКБ «Глушко» от создания таких двигателей отбивались как черт от ладана. Не хватало людей, стендов и времени. Вместо этого в бюро предлагали установить двигатели на несимметричном диметилгидрозине и азотном тетраоксиде. Пусть токсичнее, но мощнее. Против этого возражал Королев, понимавший, что в случае падения несколько сотен тонн топлива могут привести к серьезнейшей проблеме. Однако же Валентин Петрович Глушко уперся намертво, и тогда Сергей Павлович обратился за помощью в КБ Кузнецова, тогда только начинавшая свой путь в индустрии ракетных двигателей, о чем конструкторы сразу и предупредили. Мол, сделаем на керосине, но двигатели маленькие получатся, зато много. Несмотря на все возможные последствия, Королев был вынужден согласиться. На первой ступени ракеты-носителя Н-1 установили 30 двигателей НК-15, 8 на второй ступени и еще 4 на третьей. Большего количества движков на ракету еще никто и никогда не вешал. В итоге оказалось, что с двигателями вышел перебор. Все четыре попытки запуска сверхтяжелой ракеты окончились неудачей, причем на этапе работы именно первой ступени. Несмотря на все ухищрения конструкторов, возникала вибрация, двигатель отключался, система, чтобы симметризировать тягу, на автомате вырубала парни. Скачки приводили к тому, что ракета аварийно отключала все двигатели, ее разворачивала и она падала. С каждым таким падением в трубу вылетали колоссальные деньги, так как себестоимость ракеты Н-1 легко можно было сравнить с бюджетом города-миллионника. Со всех сторон посыпались упреки. Все происходит исключительно из-за конструкторской ошибки, и ракеты с таким количеством двигателей не жизнеспособны. Каждое падение ракеты бросало тень на всю космическую программу. В итоге в 1974 году она была заморожена, а спустя два года ее вообще закрыли. Сложно представить, как сильно это ударило по штату разработчиков. Люди оказались просто раздавлены грузом неудачи. Почти полтора десятилетия ушли в никуда, и все чаще раздавались голоса. Виновата количество деталей. Не полетит ракета, если двигателей так много. Прошло чуть более 40 лет, и запуск Falcon Heavy доказал обратное. Королев был прав, и ракеты с большим количеством одновременно работающих двигателей реальны. На первой ступени Falcon Heavy одновременно работает 27 двигателей, причем еще более сложно разнесенных, нежели в схеме ракеты Н1. Злая ирония судьбы? Как вы считаете, друзья? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео. Мы же продолжим. И озвучим нашу точку зрения. Никакой иронии не было. Просто времена настали другие, надежность каждого изделия повысилась, системы управления тягость стали более быстрыми и интеллектуальными. Само время показало, что планам Королева просто не хватило технического уровня советской промышленности. Не ошибался гений советской космонавтики, все верно считал. Если бы двигатели работали ровнее, без рывков и отказов, вполне возможно, что и исход лунной гонки был бы другим. Впрочем, история совсем не терпит сослагательного наклонения. Но вернемся в наши годы и к работе над Falcon Heavy. После аварии ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года, приоритет работ над первым пуском Falcon Heavy, который планировался в конце года, был снижен в пользу ускорения возвращения к полетам ракеты Falcon 9 и перенесен сначала на весну 2016, а позже — на конец 2016 года. Изменена была и стартовая площадка для дебютного пуска. На LC-39A — космического центра имени Кеннеди во Флориде. На стартовом комплексе проводились работы по его переоборудованию для запусков Falcon Heavy. Повреждение стартового комплекса LSC-40 при взрыве Falcon 9 в сентябре 2016 года вынудило компанию SpaceX к ускорению работ по вводу в действие комплекса LC-39A для переноса на него своих пусковых операций на восточном побережье США. Завершение работ по адаптации стартового стола под пуске Falcon Heavy было отложено в пользу максимально скорого начала пусков ракеты Falcon 9 с этой стартовой площадки. После восстановления комплекса LSC-40, которая закончилась осенью 2017 года, пуски Falcon 9 были перенесены на него, позволив завершить подготовку комплекса LC-39A для дебютного пуска Falcon Heavy в 2018 году. Пройдемся по параметрам Falcon Heavy. Начнем с главного — грузоподъемность. После успешного первого запуска 6 февраля 2018 года, Falcon Heavy стала крупнейшей используемой на данный момент ракетой-носителем, вдвое превосходя Delta IV Heavy по полезной нагрузке, которую может вывести на низкую опорную орбиту. Однако эта ракета-носитель не является крупнейшей в истории космонавтики, поскольку использовавшиеся ранее ракеты-носители Saturn V и Energia могли нести полезную нагрузку до 141 и 105 тонн соответственно. Также расчетную максимальную полезную нагрузку до 100 тонн имела советская RNN1-N1F, но все ее пуски были безуспешны. Предполагается, что Falcon Heavy может доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту в невозвращаемом варианте. При условии возвращения на Землю боковых ускорителей и первой ступени на Ноо Falcon Heavy сможет выводить полезную нагрузку массой примерно до 30 тонн. До 26,7 тонн ракета сможет доставлять на геопереходную орбиту. При возвращении первой ступени и боковых ускорителей до 8 тонн на ГПО. При возвращении только боковых ускорителей до 16 тонн на ГПО. До 16,8 тонн на отлетную траекторию к Марсу и до 3,5 тонн на отлетную траекторию к Плутону. При современном или близком к таковому положении последнего на орбите. Идем дальше. Конструкция. Falcon Heavy состоит из усиленной модификации первой ступени Falcon 9 в качестве центрального блока первой ступени, двух дополнительных первых ступеней Falcon 9 в качестве боковых ускорителей, так называемая нулевая ступень, и второй ступени. В СССР и России такие боковые ускорители классифицируются как первая ступень, а центральный блок как, соответственно, вторая ступень. Таким образом, по советской российской классификации, Falcon Heavy является не двух-, а трехступенчатой ракетоносителем. Давайте ближе к конкретике. Боковые ускорители. Два ускорителя, выполненных на основе первой ступени Falcon 9, закрепляются по бокам первой ступени ракетоносителя. На верхушке ускорителей размещен композитный защитный конус. Каждый ускоритель имеет по девять жидкостных ракетных двигателей Merlin 1D, расположенных по схеме Octaveb, с одним центральным двигателем и остальными восемью, расположенными вокруг него. Первая ступень Falcon Heavy является собой конструктивно усиленный центральный блок, выполненный на основе первой ступени ракетоносителя Falcon 9 FT, модифицированный для закрепления двухбоковых ускорителей. Оборудован девятью жидкостными ракетными двигателями Merlin 1D. Сверху расположен переходной отсек, вмещающий двигатель второй ступени и оборудованный механизмами расстыковки ступеней. Суммарно 27 двигателей Merlin 1D, центральный блок и боковые ускорители, создают тягу 22 819 кН на уровне моря и 24 681 кН в вакууме. Falcon Heavy, как и Falcon 9, оснащена элементами системы многоразового использования для контролируемого возвращения и мягкой посадки как центрального блока, так и боковых ускорителей. Возврат ступеней снижает максимальную полезную нагрузку ракетоносителя. В связи с тем, что первая ступень Falcon Heavy при расстыковке со второй ступенью будет обладать значительно большей скоростью и находиться намного дальше от стартовой площадки в сравнении с первой ступенью Falcon 9, необходимость ее возврата на посадочную площадку повлечет значительное снижение массы выводимой нагрузки. Поэтому в высокоэнергетических запусках на геопереходную орбиту первая ступень Falcon Heavy будет осуществлять посадку на плавучую платформу. Боковые ускорители, напротив, будут иметь возможность возврата к месту старта и посадки на Землю при подавляющем большинстве сценариев запуска. Для посадки боковых ускорителей Falcon Heavy на территории посадочной зоны 1 планируется создать еще две посадочные площадки. Изначально планировалась возможность установки на Falcon Heavy уникальной системы перекрестной подачи топлива, позволяющей двигателям центрального блока использовать топливо из боковых ускорителей в первые минуты после старта. Это давало бы возможность сохранить больше топлива в центральном блоке для более продолжительной его работы после отделения боковых ускорителей и, как следствие, увеличить максимальную массу выводимой полезной нагрузки. Впоследствии приоритет этих работ был снижен из-за нежелания дополнительно усложнять конструкцию, а также из-за отсутствия на рынке спроса на столь тяжелую полезную нагрузку. Разработка данной системы продолжается, ее внедрение возможно в будущем. На начальном этапе будет использоваться схема, при которой сразу после запуска ракеты-носителя тяга двигателей центральной секции будет максимально снижена для экономии топлива. После отделения боковых ускорителей двигатели первой ступени будут снова включены на полную тягу. Подобную схему использует ракета-носитель Delta IV Heavy. Вторая ступень R&N Falcon Heavy, аналогично используемой на ракете-носителе Falcon 9, и оснащена одним двигателем Merlin 1.9 Vacuum, с номинальным временем работы 397 секунд и максимальной тягой в пустоте 934 кН. Конструкция двигателя позволяет запускать его многократно в течение полета. Для чего вообще нужна Falcon Heavy? Для вывода телекоммуникационных спутников, спутников дистанционного зондирования Земли, спутников связи, такой носитель не нужен. Ариан или Falcon 9 для этого вполне достаточно. Тем более, с учетом прогресса в области электроники, масса спутников снижается. По словам директора программы ракет-носителей в Национальном центре космических исследований Жан-Марко Астера, новая ракета не отвечает потребностям рынка или науки, но в первую очередь нацелена на американскую мечту возобновить космические полеты с людьми. Но он также не исключает и возможность выполнения секретных военных задач для крупных космических объектов. Является ли новая ракета шагом вперед по сравнению с имеющимися? По своей привычке, Маск стремится к технологическому и экономическому рывку. На своем сайте компания SpaceX заявляет о том, что стоимость пуска составляет 90 миллионов долларов, что намного меньше, чем у его американского конкурента консорциума ULA, созданном больше 10 лет назад корпорациями Lockheed Martin и Boeing для реализации научных проектов NASA при помощи ракет Atlas или Delta. SpaceX заявляет о том, что может выводить в космос в два раза большую нагрузку, нежели ракета, самая мощная у ULA Delta IV Heavy, до 13,8 тонн на геостационарную орбиту, и при этом только за одну треть стоимости последней. Эта концепция предусматривает повторное использование ряда элементов ракеты-носителя. Два разгонных блока Falcon 9 должны возвращаться на космодром, а центральная часть ракеты — совершать посадку на плавучий понтон. По мнению Астера, схема SpaceX напоминает ему советскую ракету N1, разработанную еще в 60-х годах, у которой также было много двигателей. По его мнению, если Falcon Heavy сможет сбалансировать тягу и работу 27 двигателей одновременно, можно будет говорить и о технологическом прорыве. Друзья, как вы считаете, является ли новая ракета шагом вперед по сравнению с имеющимися? Вы сказывайте свою точку зрения по этому вопросу в комментариях под видео. А мы продолжим. Какое будущее у Falcon Heavy? Чистое безумие. США имеют три проекта тяжелых ракет-носителей — Falcon Heavy, SLS и New Glenn. Это свидетельство наличия мощных финансовых ресурсов в стране и желания отправлять своих астронавтов в космос после вывода из эксплуатации шаттлов в 2011 году. Из-за нехватки средств Европа не может идти тем же путем. Впрочем, Маск спровоцировал гонку, аналогичную той, что велась в 1960-х годах в отношении Луны. Американцы идут во главе. Но русские и китайцы не отстают. Россия работает над носителем «Союз-5», который может выводить 88 тонн нагрузки на низкую орбиту. А китайцы ведут работы по проекту «Лонгмарш-9» — 140 тонн на низкую орбиту, с целью его завершить к 2030 году. И какой бы ни была красивой Тесла в космосе, только две эти страны осуществляют пилотируемые полеты. На этом все. Друзья, помните, когда речь касается космоса, то верный расчет гораздо важнее любых досужих домыслов и страхов. Поэтому всегда ищите факты, за ними истина. Если вам захотелось поделиться своими мыслями по поводу нашего сегодняшнего выпуска, то обязательно сделайте это в комментариях под видео. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Оставайтесь на связи и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok